Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаю знакомить вас с сортами томатов. Мы уже рассмотрели сорт Настенька, Демидов, Ринет, Санька, Яблоки на снегу. Вот сегодня подошла очередь рассказать вам о сорте Алтайский сюрприз. Но уже из названия ясно, что это сорт сибирской селекции. Он вместе с сортами Демидов, Настенька и Жиростойки выращивался у меня в тоннеле. Выдержал заморозки минус 4 в течение 3 дней под двумя укрытиями, полиэтилен и укрывное. Очень устойчив к перепадам температур, особенно к длительным пониженным. Но в общем это томат из той же серии, что Настенька и Демидов. И по внешнему виду он очень похож на них, розово-плодный, такой же как Настя, чуть вытянутой формы, но чуть меньше размера. Высота куста примерно такая же. Если он выращивается в теплице, он может быть метр, даже чуть выше. В открытом грунте он будет 50-70 сантиметров. Вы видите, как обильно он увешан завязью. Он был высажен чуть позже Насте, поэтому у него плодоношение началось позже. Но видите, что тоже урожайный сорт, обильное плодоношение. Сорт заявлен производителем так же, как у Настеньки, 9-12 килограммов с метра квадратного. Но это зависит от условий выращивания. В теплице всегда немного больше получается урожайность, потому что тут теплее. А на улице, если плохие погодные условия, то может быть килограммов 8-9. Но все равно это хороший показатель для сортов низкорослых, детерминатных. Его детерминатность очень хорошо помогает огородникам экономить время. Не нужно вершковать его, прищипывать. Можно выращивать без посынкования в открытом грунте. В теплице я выращиваю с легким посынкованием. Вот низ весь освобождаю, вот до сюда. А здесь дальше он растет как хочет. Тут уже он раздваивается и расстраивается. Там пасынки. Я уже ничего не убираю. Основную массу вот эту крупную возьму. А там пусть... Ну, какие вырастут, такие вырастут. Все. Вот этот алтайский сюрприз, он так же, как Демидов, как Настенька, все у него показатели такие же. Детерминатный, возможно, без посынкования выращивания, устойчив к пониженным температурам, урожайный. Вот этот сорт можно использовать, я рекомендую тем, кто хочет получить ранний урожай. Именно такие толстоствольные томаты, детерминатные, они не вытягиваются в рассаде. Их можно долго держать в ящиках, в лотках или в стаканах. Они не теряют своего качества рассада. И вот эти томаты я высаживаю всегда чуть-чуть раньше. И уже в конце июня и начале июля бывают спелые плоды. Плоды вкусные, мясистые. Кто-то там уже из доброжелателей нашли какие-то белые у плодоножки, какие-то штопки. Ничего на них нет. Однородно окрашенный плод. Все у него прекрасно. В средине нет никакого белого стержня. Так что зря не надо говорить. Все эти плоды, у них нет сортовых качеств, таких как белые стержни внутри. Белые стержни внутри это совсем от другого. У нас нет никакого белого стержня внутри. Помидоры очень вкусные, мясистые. Вес плода, алтайский сюрприз. Чуть больше Демидова, но чуть мельче он Насте. Если Демидов заявлено 100-150 грамм, Настя 250-300, то это 200 грамм примерно, от 150 до 250 граммов. Все. Хороший, выносливый сибирский сорт. Кому нужно, кто не знаком с ним ни разу, покупайте, садите, выращивайте. Доброжелатели не слушайте. Сорта очень хорошие. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это мой видео обзор сортов, которые будут в каталоге семян на продажу. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok